Дом на Качевской, 18-я, в поселке Строитель, по словам жителей и самого председателя ТСЖ, не стоит на балансе и не принадлежит ни одной из управляющих компаний. Старый сарай – это дом из 37 комнат, в каждой из которых есть раковина, спальные места, в притирку стоит мебель. Люди пользуются электрическими плитами, газ был отключен в далеких 80-х после расселения дома. Я начала заниматься этим домом, собирать документы. Оказывается, в 1953 году построили дом химволокно, построили его как времянка. Здесь люди жили, потом получили жилье в дошках песочных, и этот дом стоял без окон, без дверей. Тут появилась какая-то организация, подшаманили, подделали и начали продавать эти комнаты. В 90-х здесь вновь появились люди. Жильцам самим пришлось подключать свет, воду. И по сей день они своими силами ухаживают за домом, боясь лишний раз поставить что-то тяжелое на пол или дать порезвиться детям в коридоре. Уже трижды в этом здании происходили обрушения крыши. Один случай закончился трагедией – погибла женщина. Это произошло в одной из комнат 2009 года. То есть 9 мая где-то в часов 10, наверное, пошло у нее обрушение. Мы просто не успели ее, потому что бабушка была инвалидка. Пока мы комнату взломали, то есть уже лавина пошла с потолка и придавила насмерть. Потом в 2010 году тоже самое. Такая же ситуация у нас была только в другом крыле комнатки. Я проживаю с двумя детьми, мне как бы страшно за своих детей. То, что не сегодня, не завтра придавят как бы моих детей. Вот что думает на этот счет председатель ТСЖ. По словам жителей, половину стоимости ремонта крыши оплатила администрация города, другую они сами. Не так давно обрушение произошло в еще одной комнате. Жительницу спас натяжной потолок. При этом председатель ТСЖ ежемесячно собирает средства на ремонт дома. Заставляют людей собирать по 200 рублей. Что значит собирать? То есть эти деньги уходят в никуда. Мы один раз собрали собрание, на что он нам ответил, что он эти деньги просто-напросто пробивает, скажем так. Куда же эти деньги уходят на самом деле, не знают сами жильцы. Дом снаружи стянут канатом, который держит эти скобы, иначе здание развалится. Из ремонта стоит отметить заштукатуренную стену в душевой комнате и заново положенную плитку. Душ один, на все 37 комнат. Раньше в стене была сквозная дыра на улицу. Жители периодически красят здесь плитку, стараются следить за помещением. Но они не могут установить обрушение потолка и стен. От этой антисанитарии, которая творится в доме, у жильцов масса проблем. Канализацию чистят они сами. Между стен дыр и подвала как такового нет. Отопление к дому подключается сразу с улицы. У нас атаковали крысы. У нас ходят табуном крысы, не дают нам никакого покоя. Дело в том, что мы постоянно отравили их, то есть ничего такого. Крысы, они ходят свободно, как будто ни людей, ничего они не боятся. Здесь проживают в основном многодетные семьи, матери-одиночки, пожилые люди. Крысы, тараканы, мыши – дети этого боятся, не спят одни в своих кроватках, а забираются к родителям. Кроме того, дети имеют различные заболевания именно из-за условий проживания – сырости, духота. Так же, как и старший сын Марии. Бронхиальная астма. То есть, врачи рекомендуют съехать, но съехать я никуда не могу, потому что я одна проживаю с детками. То есть, мне съехать некуда. И вот родственников у меня никого нет. И я вот вынуждена проживать в таких условиях со своими детками. Это ужас. Пневмония, ОРВИ, бронхит. Все. Хорошо, вот у нас есть возможность в деревню уехать на канику. И там вот они дышат свежим воздухом, отдыхают. Еще одним плохим фактором для людей станет то, что в ближайшее время председатель ТСЖ намерен лишить их сушилки для вещей. Опыт таких действий в этом доме уже был. Рассчитанную на всех жителей кухню ранее отремонтировали и продали как комнату без согласия жильцов. Здесь у нас осталась последняя сушилка, которой мы пользуемся. Даже и это хотят от нас отнять, от наших детей. То есть, получается, если он продаст эту сушилку, нам просто, понимаете, негде сушить белье. Это единственное, что у нас она осталась. Потому что в комнатах сушить невыносимо. Повесили объявление, что освободите свои вещи, потому что здесь будет проводиться какой-то якобы ремонт. Но нам уже позвонили, сказали, что никакой не ремонт, что просто помещение будет продано. Сушилки там не будет. У меня ни кабинета нет, ничего. Мне даже вот ручку с бумажкой положить некуда. Им что, надо в своих комнатах сушить вещи? Если сушилка предназначена для вещей, а не для того, чтобы вы сидели с ручкой, с блокнотиком там. Хорошо, а где мне сидеть с ручкой, где мне там инструмент какой-то там. Не знаю, хотя же те самые хомутики положить, куда мне. Председатель ТСЖ предлагает сушить вещи людям на улице. Это противозаконно, ведь решение о применении сушилки должны принять сами жильцы общим голосованием. По всем проблемам они неоднократно обращались в различные инстанции. Для того, чтобы их дом вновь признали аварийным, им необходимо создать межведомственную комиссию. Для этого осталось провести независимую экспертизу стоимостью около 60 тысяч рублей, которые жильцы собрать не могут. Они просят представителей власти помочь им с этим вопросом и обратить внимание на их проблемы, пока дом не попал ни в одну из программ по расселению. Между тем, сейчас жители могут еще раз обратиться в жилищную инспекцию по поводу своих проблем и правомерности использования сушилки. В свою очередь, скорее всего, им может помочь и переизбрание председателя ТСЖ, который займется решением вопросов людей, а не собственным кабинетом.